Будда в городе подкаст в поисках этики Здравствуйте, меня зовут Валерий Верязкин, я создатель проекта Будда в городе И в этой серии подкастов я со своими собеседниками пытаюсь найти ответы на некоторые вопросы, связанные с практикой этики Ну, например, что значит жить хорошей, достойной жизнью Что такое счастье Что такое, собственно, этика И какие у нас могут быть основания для этики В чем отличие морали и этики И как именно мы можем практиковать этику Сегодня я разговариваю с Александрой Комаровой Переводчиком-синхронистом из Украины Интересующийся вопросами этики в контексте своей профессии Послушав мой предыдущий разговор с Александрой Львовской Александра решила задать мне несколько вопросов о практике этики Здравствуйте, Александра Здравствуйте, Валерий Я хочу ввести в курс слушателей Собственно, почему мы встречаемся, почему мы говорим сегодня Не так давно я выпустил подкаст «Мой разговор с Александрой Львовской» Она такой представитель имбодимин-движения И, собственно, главный двигатель этого движения В русскоязычной аудитории И мы говорили с ней об этике И о основаниях этики И в том числе о таком сейчас Распространяемом в мире Понятие как новая чувствительность И, соответственно, как мы можем вырабатывать в себе Новую устойчивость Вот об этих всех темах И Александра дозвалась Соответственно, написала мне сообщение Что у нее появились вопросы ко мне по этому поводу И мы решили, в общем-то, поговорить об этом Вот мы и встретились И, Александр, я бы хотел, чтобы Ну, как-то, может, представились И сказали бы Почему, собственно, вас заинтересовало Почему вы решили со мной поговорить Да Ну, в первую очередь хочу сказать спасибо большое За такое фантастическое предложение Я даже не представляла себе Что я могу попасть к вам на подкаст Мне очень приятно и лестно было получить это предложение Я понимаю, что в этом нет никакой моей заслуги И что я тут скорее в роли не приглашенного эксперта А в роли приглашенного вопрошающего Что тоже, в принципе, мне нравится И даже очень Вот Что касается того, кто я и откуда Я из Одессы Я переводчик-синхронист Я некоторое время Уже довольно-таки давно Для меня больше трех лет Я вас слушаю, читаю Мне очень нравится Мне очень нравится ваша выверенность Уравновешенность, доброжелательность И при этом глубина Вот Так что спасибо вам за все, что вы делаете Регулярно стараюсь благодарить В сообщениях И вот сейчас имею возможность В целом онлайне вас тоже поблагодарить Спасибо Вот Почему меня интересует тема этики Я прям была очень рада услышать Увидеть, точнее, что вы начали Эту серию подкастов Потому что я человек Как я теперь уже знаю о себе Достаточно чувствительный И при этом эмоциональный И это означает автоматически Что я часто наталкиваюсь на ситуации Когда я ранюсь Во время общения с другими людьми Я ранюсь сама Или я сталкиваюсь с тем Что я кого-то поранила И не понимаю, что произошло И мне как бы очень не хочется Этого в своей жизни Так много, да И поэтому я пытаюсь углубляться Знакомиться И мне очень нравится Вот то, что мы можем Об этом читать, говорить И эмбодимент мне очень не интересен Другое дело, что слово на букву «э» Пока мне не очень хорошо понятно То есть я, в принципе, заинтересована Во всех этих темах А больше того, год назад Примерно год назад Я начала движение на тему Профессиональной этики Переводческой этики Потому что наша профессия Переводчиков конференции Или устных переводчиков Это такая относительно новая профессия И кодификация, институционализация Вот эти вот все вещи нам очень нужны И мы с коллегами запустили проект По исследованию того, какие существуют Представления о том, что хорошо и плохо Среди вообще большого сообщества Переводчиков нашей страны, Украины Вот, и скоро мы будем Подводить итог годового Такого исследовательского проекта Это было очень интересно И, в принципе, как я уже и сказала Этика меня интересует прежде всего Для того, чтобы себя обезопасить Во время общения с другими людьми И как можно больше предусмотреть Какие-то травмирующие Или ретравмирующие моменты Во взаимодействии с другими людьми И травмоинформированность Вот это то слово, которое я часто вижу И слышу в этой связи Оно мне очень нравится И узнавать себя и других Исследовать себя и других Мне кажется, делом полезным И прямо-таки эффективным Но, как и везде, и как и во всем Здесь есть, как мне кажется Много моментов, когда нас заносит И я читала в вашей статье Спасибо вам за нее, кстати, тоже Травмоориентированность Экворка Александра Вильвовской Это да, это прям очень чувствуется И в этой связи хочу вам задать Первый мой вопрос Это бывает ли слишком много Травмоинформированности И как сильно имеет смысл углубляться В узнавание травм Чтобы, с одной стороны, позаботиться О своей безопасности И сделать ситуацию общения И взаимодействия с людьми Как можно более предсказуемой И комфортной Но при этом не скатываться В расцарапывание ран И рвание рубашки на груди Типа, я пострадал Пожалейте меня Вот такой вопрос Ну, слишком много информированности Если мы делаем акцент на это слово Вот в этом Травмоинформированность Есть слово травма и слово информированность И если мы говорим об информированности То не бывает слишком много информированности Мне кажется Мы можем узнавать все глубже и глубже И больше и больше И это, естественно, расширяет И углубляет наше знание и понимание С чем мы имеем дело Другое дело, когда происходит некая фетишизация Какого-то аспекта жизни То есть когда это становится чем-то Ну вот каким-то идолом И когда действительно травмоинформированность Переходит в травмоориентированность Когда мы перестаем видеть другие аспекты жизни Получается, что любая Ну, этическая основа Вообще Ну, любое Любое качество на самом деле Любое качество Оно несет в себе для нас Для нашей жизни Обычно противоположности Знаете, вот мне нравится Дао-де-дзин Когда люди узнали красоту Появилось и уродство То есть люди узнали противоположности И, соответственно, когда приходит нечто новое В нашу культуру Оно приносит не только что-то позитивное в нашу жизнь То есть вот сейчас Когда, если мы сейчас вернемся к этой теме чувствительности Там гиперчувствительность По сравнению с предыдущими тысячелетиями жизнью людей Это возникает благодаря определенной Ну, большому уровню безопасности Выросшему уровню безопасности То есть чувствительность возрастает Когда возрастает безопасность И от этой безопасности возрастает ценность человеческой жизни Я сейчас просто погрузился В какой-то очередной раз Такой у меня очередной виток захода В греческую историю древнегреческую И там трагедии, мифологии Ну, и я смотрю, сколько же, Господи Сколько крови там Сколько беды Сколько вот этого горя Сколько ненависти И получается, что Человечество на протяжении всего этой Всей своей истории Существовало вот в этом Непрерывном потоке Какого-то крови Какой-то кровной мести Вот войны не прекращались Соответственно, когда идет непрерывная война Ценность жизни уменьшается Люди там жертвуют собой Или жертвуют жизнью И жертвуют жизнью не других людей Сейчас мы действительно Ну, опять же, это очень относительно все Потому что мир не един И где-то идет война И вот вы из Украины И мы знаем, что ситуация Сейчас и здесь неспокойная Но все-таки, если мы сравниваем С 50-летней давности Жизнь мировой Конечно же, гораздо меньше сейчас таких конфликтов Соответственно, ценность жизни возрастает И возможность сохранения жизни возрастает Вот, собственно, сейчас ситуация С вот этим Мировым карантином Совершенно уникальная Если бы раньше Даже 20 лет назад Я думаю Люди бы спросили Окей, можем ли мы там остановить Огромные экономические какие-то зоны Фактически всю экономику Затормозить на какое-то время Мировую Ради спасения Ну, достаточно небольшого процента людей Там есть группы риска Которые выделяют Ну, наверное Сказали бы Большинство там правительств Нет, мы не можем Ну, как бы у нас нет возможности Сейчас эта возможность появилась Мы потеряли много, понятно Очень неоднозначные эти пока Результаты всего этого эксперимента Но в любом случае Это было сделано То есть мотивация была То есть сохранение жизни И вот И это произошло То есть это просто ситуация Ценность жизни возросла И из-за этого Начинают Проявляться более тонкие аспекты Жизни То есть если идет речь вообще О чистом выживании Или остаюсь жить Или не остаюсь жить Это как бы такие две полярности И, в общем-то, я могу рискнуть Своей жизнью Могу рискнуть жизнью других Легче Чем вот сейчас В других обстоятельствах Во-первых, это аспект А во-вторых, когда все-таки Уже Не рассматривается Вопрос выживания В целом А тогда рассматривается Вопрос А как я живу Качество моей жизни То есть вопрос Счастья Вопрос удовлетворения Личного причем То есть если раньше Опять же Многое приносилось В жертву Там Сохранение рода Сохранение каких-то Вот больших Сохранение там Наций И так далее То есть сейчас Как-то В большей степени Людей заботит Личная В этой реализации Личное счастье Соответственно Тогда тут Появляется Такая новая область Окей А здесь же тоже У меня есть Вот эти вот Травмы Мы начинаем Ну видеть Собственную Уязвимость В этих В этих вопросах Мы начинаем Чувствовать это Мы начинаем Прислушиваясь к этому Мы обнаруживаем Эти проблемы Понятно, что мы хотим От этого как-то Защититься И так как Это все связано С этикой То есть с отношениями С миром С другими людьми То стоит вопрос Кто меня ранит Как меня ранит Как я могу Поранить других Соответственно Вот вопрос Этой травмы Информированности Он действительно Становится тогда Очень важным И Какое-то Понимание Этого Лучшее понимание Как формируется Травма Что она есть Там у всех Людей Что она Практически У всех Что Можем ли мы Ну как-то Уважать И действительно Уважать это И не Ну как-то Быть аккуратными С этими Аккуратнее Быть осторожнее С этими То есть Это первый Фактор Когда мы Ну как бы Прикидываем это На себя Вот как я К другим людям Как я хочу Быть с ними Соответственно Чего я хочу В наших отношениях И тогда Если я имею ввиду Что У этого Человека Могут быть Какие-то Травмы Которых Я понятия Не имею В принципе Но Скорее всего Они есть Потому что Они есть И у всех Так или иначе Да могу ли я Просто иметь Это ввиду Возможность Тогда Может быть Я буду Более Аккуратным В своем Выражении Своих Чувствах В интеракциях В том Как я себя Выражаю С ним Но Другая Противоположная Сторона А как Я Когда ко мне Кто-то А как я Реагирую И вот здесь Мне кажется Важна Собственно Важно Вырабатывание В себе Устойчивости Потому что Если за себя Мы В большей степени Можем отвечать Хотя Опять же Никто Не Гарантирован От ошибок Но В любом случае Если мы Развиваем в себе Эту способность Осознавать Чувствовать Иметь ввиду Эти травмы Других людей Понимать Для чего мы У нас Какая-то Определенная Коммуникация То Мы можем В себе Это развивать Но Отвечать за Других людей За их поведение За то Как они к нам Но тут уже Мы никак не Тут заканчивается Наша зона ответственности Тогда вопрос Как я Как-то Как я Работаю Со своими Реакциями Вот что здесь Важно А у меня еще Есть вопрос Который Немножко На полшажочка Назад Вот допустим Я У меня Особенно это Касается Общения с близкими Людми Не с далекими А именно с теми С кем у меня Регулярно общение Например Я знаю Что этот человек Склонен Вот так Со мной поступать И в какой-то момент Я узнаю Почему это так сильно Звенит Болью В теле Я осознаю Понимаю Там разными Немытьем Так катанием Разными проработками Вот И Вспомню к слову Алана де Бутона Которого я очень люблю Этот философ английский Наш современник Он о любви Там много говорит И так далее Вот он говорит Что самый лучший подарок Близкому Который я могу сделать Это книжка толстая В которой написано О том В чем я сумасшедший В чем я не такой Что со мной не так Так вот Мой вопрос такой Что стоит И до какой степени Глубоко стоит Говорить близким По поводу Моих собственных травм Что Дорогой Ну пожалуйста Вот это вот Мое больное место И Если можешь Пожалуйста Будь как можно Аккуратней Возле этого места Потому что там Все звенит И отзывается болью Как не превратить Вот эти такие Откровения о себе В какую-то Излишнюю Чрезмерную Откровенность Или в посмешище Не превратить себя Вот так вот Себя открывая Ну это Вот Мне кажется Это очень ситуативно Да Потому что Близость наша Она разная Она имеет Ну вот Мы находимся Во-первых На разном расстоянии Друг с другом Да То есть кто-то Вот совсем близ Кого-то я могу обнять Да Вот здесь Вот эта проксемика Которая тоже Одна из тем Которая меня интересует Проксемика Нашего Физического Нахождения С другими людьми Да То есть у нас есть Какие-то Запрограммированные Там биологии Культуры Расстояния Да От нас То есть вот Есть публичное Расстояние Когда мы вещаем На несколько метров Да Когда большое количество Людей И мы выражаемся Определенным образом Вот на таком Расстоянии С таким количеством Людей Есть там Как более Такое Расстояние Когда мы Например сидим Там Предположим Какие-то деловые разговоры Да Сидим за столом Вот нас там Пять человек У нас другое расстояние У нас Тональность речи Другая Громкость речи Это может быть Уже Другой Другой Какой-то Набор выражений Слов Тоже Там у нас Другие отношения С этими людьми Опять же Если я встречаюсь Первый раз Например деловая встреча И я вижу Первый раз Человека У нас Одни будут слова Одна тональность Если это мои коллеги Другая тональность Есть третья зона Там Когда мы На расстоянии Вытянутой руке Мы Подпускаем уже Гораздо Более близких людей Естественно Кого мы можем Например Можно ли Могу ли я Дотронуться Вот так Спонтанно Кого-нибудь там Дотронуться До плеча Например Друга какого-то Это другие отношения Ну и Самая ближайшая зона Это те Кого я могу Обнять Совсем близкие Соответственно Если вы говорите Каких-то Совсем близких То есть Это вот Наверное Две первые Вот эти зоны И Вот эти Физические характеристики Мы можем переносить На Естественно На психологическую Сферу Кого мы Куда Подпускаем Соответственно Из этого Рождается Наш способ Общения С ними С этими людьми И Это же Подразумевает Доверие То есть Насколько я могу Довериться Этому человеку И Опять же Следующий вопрос Каковы Цели Нашей коммуникации То есть Здесь просто Это может звучать Несколько так Прагматично Но оно всегда есть Если я Скажем Живу Ну Я живу С девушкой С моей Папартнершей Долго Много лет Соответственно Я хочу Продолжать Жить То есть Это Цель Не прагматичная Это Цель Происходящая Из моей Ценности Что Мне важно Важно Быть с этим Человеком Соответственно Из этой Ценности Из этого Смысла Из этой цели Появляется Тогда Вопрос Хорошо Как я хочу С ней Жить Какие отношения Я хочу Формировать В нашей жизни Дальше Вопрос Что я в это Вкладываю И тут уже Ну Вопрос Обоюдности Всегда встает Ну Вот Ваш вопрос Насколько я могу Открываться Насколько я могу Сообщать О своих Там Своих Слабых Местах И Это вопрос Действительно Ослышат вас Или нет И как вас Реагируют То есть Мы сообщаем Какую-то часть Информации О себе И проверяем А какая реакция Сейчас Человек Он Леонатом Воспринимает Это Вот Так как Действительно Мне бы хотелось Что Он не будет Туда Тыкать В эту боль Или он Как бы Все-таки Наоборот Туда Пойдет Тут еще Есть такая Опять же Вот так как Никакое качество Как я уже говорил Не бывает Односторонним То тут Появляется Например Вот Травма Травма Информирования Когда вы Говорите О своей Боли Появляется Естественно Можем Аспект Манипуляции Да То есть Как Ну вот Какая Классическая Можно сказать Архетипическая Ситуация Когда Предположим Дочь Уже взрослая Достаточно Но молодая Уходит вечером Живет с мамой Уходит вечером Куда-то По своим делам У нее Своя жизнь Поздно Возвращается А мама Говорит У меня Сердечный Приступ Ты пожалуйста То есть Получается Что И вот Этим она Манипулирует Ну и Мы это делаем Постоянно Поэтому здесь Вот очень важно Опять же Внимательность К себе Я Сообщая Другому человеку О вот этой Своей боли Я Для чего Это делаю Что Я вот Хочу Чтобы Он или она Был Или была Таким Такой Как Я хочу И только такой Или Мы пытаемся Договориться Как-то А вот О каких-то Правилах Внутренних Правилах И здесь Вот это Всегда Именно Ну вот Мне кажется Здесь важно Проверять Реакцию Другого И Больше Может быть Не только Информировать Говорить Вот у меня Так-то И так-то Попрошу вас Сюда не тыкать Это как бы Ультиматум Такое Здесь как раз Много ультимата Либо Либо ты это принимаешь Либо До свидания Либо Значит Мы с тобой Общение Передвигаешься На следующий уровень Дальности Да Вы его фактически Отодвигаете Этого человека Вот здесь Скорее важно Такое прощупывание И может быть Вопрошание Я считаю А как ты А как ты с этим Вот сообщить О своей Боли О своей Своей травме Сказать А Вот тебе Это как Да Вот Тоже открыться К его Или к ее Ответу Да Потому что И если Он там Будет Влезать Куда Куда Не следует Здесь Ну Может быть Как-то Жестко Отвечать Но это Если это Какие-то Длительные Отношения С близким Человеком То понятно Что Это никак Ну Не укрепляется Что Как же Вы будете Там жить Ну Значит Либо на каком-то Постоянной Дистанции Либо Это даже Часто Может перейти В какие-то Военные действия Внутри Внутри Семьи Вооруженное Перемирие Соответственно Тогда Если у вас Есть Желание Все-таки Более Мирных Отношений Тогда Возможно Тут Ну Как-то Окей Он так Ответил Здесь вопрос Почему он так Отвечает Почему он Не слышит Или она Может быть Не слышит Этой боли Может быть У него У нее своя Боль Которая Не дает Услышать Потому что Бесчувственность Определенная Это ведь тоже Следствие Травм Часто Это Ну Как бы Может быть Травм Не обязательно Там травм Может быть Так жизнь Сложилась Просто Ну Не знаю Чем человек Воспитывался В такой вот Семье Где было Так принято Вот я бы Здесь тоже Не злоупотреблял Словом Травма Все Называть Травмой Все То есть Может быть Определенная Какая-то Контекст Жизни Человека Который Сформировал Вот такую Достаточно Жесткость А если Жесткость То Соответственно Нечувствительность Он и к себе Так может быть Относится Достаточно Жестко К своим Переживаниям Да чего там И к чужим Но если У вас Все-таки Есть намерение Продолжать Углублять Эти отношения Ну тогда Как минимум Можно пробовать Вот опять же Через вопрос Через интерес К нему Или к ней А если У нее может быть Не в той же области Где у вас Боль А в какой-то Другой области Если вы Поймете Эту То через Ваш диалог Может быть И он Или она Поймет Свою Вот эту боль И тогда Вы скажете А ты знаешь У меня в другой области В принципе То же самое У тебя здесь болит А у меня здесь болит Можешь ли ты Меня усилить Вот если я тебе скажу Что чушь собачья Что ты там Чувствуешь свою боль Потому что боль Каждый Где-нибудь Чувствуешь Каким бы жестким Ни был Все равно Где-нибудь Мы живые люди Но это Это трудная работа Долгая Трудная Это какой-то Непрерывный диалог И сонастраивание С другим И здесь важна Именно мотивация Потому что Сейчас ты хочешь Да пошел ты Пошел ты Сколько можно уже Да Это прям Я очень Это чувствую на себе Что для того Чтобы выстраивать Долгосрочные отношения Это очень большая работа Которая требует Прям Значительных усилий Над собой И внимательности К себе И внимательности К другому И так далее А я хотела бы вас Спросить вот еще О другой стороне Я сейчас говорила Об информировании О своих Больных местах А вот как вы Валерий поступаете Общаясь Например с человеком Который Вам не очень Хорошо знаком То есть Второй, третий Четвертый Круг Близости Имеете ли вы Такую привычку Склонность Или вообще Тенденцию Задавать вопросы О том Например вы говорите О теме какой-то И потом разговор Уходит плавно В так называемые Чувствительные темы Или там Опасные Да Темы Например Те же Вопросы Расизма Феминизма И гомосексуальности Вот Ставите ли вы Вопросы Человеку На предмет А какой термин Тебе Кажется Приятным Приемлемым Правильным Или А какой термин Кажется тебе Более Адекватным И соответствующим Реальности Вот Потому что Вы вначале Сказали о языке Я тоже Я тоже считаю Что слова Это Это прямо Очень важная Штука Они не просто так Они несут Себе смысл И они не просто так Совсем Выбор слов Это очень важно Вот задаете ли вы Людям вопросы О том Какое слово Ты хочешь Чтобы я употреблял Или А болит ли у тебя Здесь И может быть Лучше об этом Не говорить Ну Это опять же Некоторая Такая Комплексная Проблема Потому что Ну С одной стороны В чем наша Сложность Вот вы сказали Про слова Слова Формируют Реальность Определенную То есть В которой мы живем То есть Они выстраивают Какую-то историю Нашу Личную Нашего отношения Опирающиеся На наше прошлое Ну Какую-то Нашу личную историю В той культуре В той культуре В которой мы родились Как раз На языке Который Потому что Язык Например Сама структура Языка Очень сильно Влияет На наш Способ мышления И Сейчас Много На этот счет Исследований То есть Это действительно Так Это фактор Он создает Определенный Туннель Реальности В которой мы Описываем Эту реальность Ну и понятно Что семейная история Там Как меня воспитывали Где я вырос Как произошло Все это Моя жизнь И потом Вся жизнь Какие-то события И вот Все это Формирует Ту историю Ту картину Мира В которой я живу И она Написывается Действительно Какими-то Может быть Словами Но словами Которые связаны С чувствами С переживаниями С ценностями И Выбраться Из этого Очень сложно В том смысле Что вот Я живу Так В этой истории Мне кажется Что это не просто Моя история Не просто Что это Мое мнение А что Это Истина Что Это просто Так Это просто Жизнь Вот так Она для всех Такая Потому что Я по-другому Не могу Видеть Поэтому здесь Во-первых Важна Определенная Тренировка Себя Если мы Хотя бы Раз Желательно Несколько раз Понимаем Что Моя история Относительно Что даже Когда я Не вижу Не могу Занять Не умею Занять Не умею Занять Другую точку Зрения Как другое место Посмотреть С другой точки Зрения Но я могу Понимать Что Понимать Хотя бы Сначала Так вот Теоретически Что Это моя Обусловленность Окей Дальше Тогда Следующий вопрос Как я могу Расширить Избавиться От обусловленности Невозможно Но Как я могу Расширить Свой взгляд Как я могу Переходить На точки Зрения Других Ну и здесь В том числе Например Вы переводчик И Изучение Других Языков Помогает Когда мы Думаем На другом языке И это Мы начинаем Как-то Я становлюсь Как бы Другим Человеком В каком-то Смысле Немножко Когда Думаю На другом языке Разговариваем На другом языке И Соответственно Тоже Вот Разговор С другим И Старание Как минимум Занять Его точку Зрения Услышать Его И Увидеть Что Окей Может быть И так Еще Оказывается Это Конечно Все Помогает Но Дальше Собственно Отвечая На Ваш Вопрос Как я Делаю Это Зависит От ситуации Уникальной Очень много Факторов На каком Расстоянии Я имею Психологическом Расстоянии С этим Человеком Какая Специфика Отношения Это Рабочие Это Мы в Фейсбуке Друзья Кто Мы Друг Друг Какая Тема Очень Много Факторов И Здесь Для Меня Важна Скорее Чувствительность Такая Тоже Чувствительность К другому Опять же Насколько Получается Мы Никто Не Идеально Иногда Как это Бывает Разговариваешь С человеком И Киваешь Ему Киваешь Он Что-то Говорит Киваешь Киваешь Потом У тебя Спрашивают Что-то А ты Потерялся Какое-то Время Мы Уходим Это Может быть Несколько Мгновений Мы Ушли Как раз В свою Эту Историю Что-то Раз Там Обрабатываем Какую-то Информацию Может быть В контексте Нашего Разговора Но Это Все равно В этот Момент Я уже Не Слышу Человек Точно Что Он Говорит Я Там Потерял Своя История Бывает И надолго Там Потерялся И Так Происходит Постоянно И вот Здесь Очень Важно Это Возвращение Своей Внимательности Вот Здесь Поэтому Важны Наши Практики Осознанности Возвращение В присутствие То, что Происходит Прямо Сейчас В контакт Если Я сейчас С человеком То для Мне Важен Этот Контакт И Какое-то Постоянное Такое Прощупывание Этого Контакта Слова Которые Мне Говорят Интонации Мимика И жест Все Что угодно Если Это Особенно Все Так Вживую Не Написанное Не в фейсбуке Мы там Общаемся В комментариях То есть Ну вот Все время Какое-то Прощупывание Что Сейчас С человеком И Дальше Задавание Вопросов Но Всяк Случай Как я Стараюсь Это Не всегда Получается Я Бывает Попадаю Как и все Попадаю В свою Историю Но Как я Стараюсь Это Как Переспрашивать Правильно Ли я Тебя Понял Опять же Вот это Носит Такой Термин Психологический Ну такой Юмористический Пляп Правильно Ли я Тебя Понял Да Вот Эта Аббревиатура То есть Здесь В чем Важна Как раз Не то Что Как можно Чаще А Когда Мы Осознаем То мы Как раз Осознаем Не только Что Человек Говорит А Какую-то Степень Нашего Контакта Человек Говорит И понимаю Ли я Его Понимаю Ли я И Если Я Чувствую Что Где-то Я Что-то Что-то Я Здесь Не Улавливаю Может быть Не Совсем У 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 Свою Язык Переводя Это В Свою Историю Вот Как Переводчик Это Близко Вот И Вот Такой Диалог Непосредственно Ну а Дальше Там Возможно Да Возможно Я Могу Там Спросить Если Это Тема Какая-то Трудная Болезненная Какие Слова Здесь То есть Ну вот Если Я употребляю Слово Оно Как Для Тебя Там Да Но Обычно Это Все-таки Я Так Вот Не Формулирую Чаще Это Как-то Все-таки Складывается Постепенно Из этого Понимания И Я Начинаю Слышать Что Приемлемо Что Неприемлемо Для Человека Я Могу С вами Поделиться Тем Как Ну вот Я работаю С разными Темами В том числе С чувствительными Вот Которые Как раз Вписываются Отлично В Понятие Новой Чувствительности И По По Приходится Сталкиваться С разными Людьми Там С теми Кто Относит Себя К каким-то Меньшинством По Гендерному Признаку И так Далее Сексуальность Там Разная Всякая Такие Очень Радикальные Феминистки И И даже Люди Других Раз Например Что В наших Широтах Вообще Не очень Распространено Но Встречается И Особенно Те Кто Осознанно Относится К этому У них Есть Такая Сильно Выраженная Позиция Я Обычно Идя На Подобные Свои Переводы Я Читаю Прям Читаю Много На эту Тему Пытаюсь Выписывать Слова Которые Считаются В данный Конкретный Момент Считаются Приемлемыми И Корректными Скажем Так И вот Но Это Чисто Мое Профессиональное Понятно Что Это Скорее Моя Обязанность Чем Моя Этическая Позиция Как Человека Хотя В некоторых Местах Это Совпадает И Даже Во многих Вот И у У меня Вопрос К вам Как Вы Поступаете В этой Связи Чтобы С одной Стороны Чисто По-человечески Не задеть Больные Места Людей А с другой Стороны Не вляпаться В скандал Ведь Это Сейчас По нынешним Временам Это Очень Просто Особенно С учетом Всех Волн Которые Мы Наблюдаем Такого Огромного Масштаба В Америке Борьба С Расизмом И Феминистки Сейчас Очень Активные Я Кстати Считаю себя Феминисткой Уже Сейчас Хотя Не Крайней А Очень Умеренной Да И Феминити Кстати Тоже Вот Я пока Еще Не могу Привыкнуть К этому Честно Говоря Хотя Какие-то Доводы В этом Разумные Есть Но Мне Сложно Как Лингвисту Эти все Новые Слова Вот Как Вы Поступаете Как Вы Выбираете Слова Чтобы Максимально Быть Детичным В общении С людьми Ну Здесь С одной Стороны Просто Я думаю Что Важна Вежливость Вот Есть Мне Кажется Сейчас Почему-то Чем Достаточно Мало Говорят Про Вежливость Что Это Фактор Нашей Жизни В смысле Что Вежливость Вырабатывалась Как раз Постепенно Веками Тысячелетиями Она Всегда Была Частью Жизни Человека Она И сейчас Остается Частью Жизни Человека Она Как раз Связана С определенной Проксемикой Когда Мы На каком Расстоянии И Как раз Какие Мы Слова Побираем Например В русском Языке Есть Вы И ты И это Разная Проксемика То есть С кем Я подальше Я на Вы Это Более Формальные Отношения А С кем Я ближе Я перехожу На Ты И там Я могу Больше Разрешить Например Шутки Шутки Это Очень Топик Тема Обсуждаемая О чем Можно Шутить О чем Нельзя Мне кажется Здесь Это тоже Связано С Проксемикой То есть И С контекстом Ситуации Если Я Профессиональный Шутник Комик То Ну там Очень много Разрешено И там Специально Как это Делается Но люди Осознают Специальный Контекст Они Собираются В зале Для того Чтобы Посмеяться Хотя Опять же Там Всегда Тоже Вопросы Над чем Можно Над чем Нельзя И Не так Все Просто Нет Какой-то Однозначности Которую Приняли Все Какое-то Более-менее Большое Общество Сообщество Тем более Мировое Сообщество Но есть Там скажем Круг Близких Друзей Часто Больше Позволено Себе Шутить В том числе Над ними В том числе Над их Какими-то Идентичностями Потому что Мы прощаем Близкому Такое Часто Ну Если Понятно Если этот Контакт Есть Если Действительно Так Тогда Получается Парадоксальным Образом Что такое Такое Подшучивание Друг над Другом Наоборот Укрепляет Отношения Что Вот Бывают Контексты Потому что Вы знаете Что это Ваш Внутренний Мир Вы как раз До других Не пускаете С другими Вы себе Этого Не позволите С другими Вы не будете Такие шутки Шутить И вот Эта Чувствительность Для меня Лично Она важна Контекст С кем И что Я могу Например Шутить Потому что Для меня Юмор Там Такая Большая Часть Жизни И инструмент Тоже Но Понятно Что Опять же Я не всегда Угадываю Враж Войдешь Какой Начнешь И понимаешь Что Но здесь Очень важно Как раз Не зайти Слишком далеко Важно Себя То есть Если я понимаю Что я Что-то Перешагнул Уже Тогда Важно Сдать Назад И Может быть Извиниться Например Опять же Вот Я говорю Что Очень Простые Универсальные Вещи Какие-то Которые С нами С людьми На протяжении Нашей истории Это вежливость Это извинение Если ошибся Что Понимание Что каждый Может ошибиться В том числе Я Кто я такой Чтобы не ошибаться Тоже Слишком Большое представление О себе Что я никогда Не могу ошибиться Конечно Все могут ошибиться И тогда Но тогда Если я ошибся Попросить Извинения Попросить Прощения Как раз Спросить А что было Более уместным Это всегда имеет смысл То есть я Опять же Это обобщенно Очень Но в целом Я так Не готовлюсь Специально Вот как Это группа людей Как они там На каком языке Разговаривают Просто может быть Я Такие ситуации Мало попадаю Вот в отличие от вас Вы как-то говорите Что у вас есть Такие Специфика работы Такой Да То есть я все-таки Общаюсь В большей степени С определенным Кругом людей Которые Ко мне приходят Сами Как-то я проявляю себя И они Либо остаются Либо им нравится Откликаются на мой язык Либо нет То есть идет Естественный отбор Я так понимаю Ну в смысле Партнеров по общению Да Но в то же время Я же Не очень Сильно Провоцирую То есть есть просто люди Даже вот из моих коллег В моей сфере Которые Специализируются На провокации То есть вот И в своем обучении В методах обучения И там не знаю Как они ведут себя По жизни Это просто Палкой по голове бьют Да И посмотреть Как будет верещать Часть личности Да Часть Ну Я считаю просто Ну во-первых Это просто Не мой способ Я не люблю этого Как-то Ну как-то опять же Это часть личности Действительно И для кого-то Это органично Для меня нет Просто так опять же Сложилось Я не очень люблю Провоцировать А во-вторых Я часто вижу Неэффективность этого Потому что Ну как раз вот Провокация Она важна Когда Она может быть уместна И она действительно Вы знаете Что она с большой вероятностью Приведет к некой Трансформации А чаще Гораздо чаще Она просто вызывает Сопротивление Человек захлопывается И ничего не происходит Дальше Вот Поэтому Я стараюсь Просто не провоцировать И Ну как-то Я же Нахожусь В какой-то культуре В любом случае Я знаю Что происходит Что более уместно Что нет Какие слова Например Употреблять Или нет Но Действительно Такая очень много Сложностей Потому что Вот изменение языка Я тоже Чувствительен к языку Смотрите Что мне важен язык Важно выражение И Вот эти вот Ну например Действительно С именитивами Сейчас Как-то мне так Сложновато Туда Хотя Например Я живу в Словении И тут Эти слова Доктор К Это нормально Это органичные слова Здесь они употребляются С самого начала То есть Вот Но В русском контексте Мне это странно И Как-то Как-то Внутренне Так Корежит Но Опять же Это все зависит От 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 Конкретных отношений Если мы там Говорим И я слышу Что человек Важно Чтобы я Употреблял Это слово Конкретное Если я говорю Что я буду говорить И доктор Окей Для меня Это не является Большой проблемой Чтобы как-то Встать в позу И говорить Нет Не буду Или вот там Была тема Когда Была Такая Горячая Стадия Войны Украина И Россия Это На Украине Или в Украине Все Мое Прошлое Опять же Это какая-то Автоматическая Привычка Еще с советских Времен Всегда говорили На Украине Это было Абсолютно Как-то естественно Ну вот На слуху Что ли И это впиталось И Выскакивает Часто Но потом Когда Это стало Определенной Темой И определенной Болей То Зачем Мне провоцировать Людей Своей Какой-то В общем-то Привычкой Которая для меня В общем-то Ничего не значит Что так сказать Что это В одном Предлоге Просто уже Целая политическая Позиция Что Ну вот Да То есть Здесь мне скорее Важно А что я хочу Конкретно С этим человеком Я хочу сохранить С ним Например Или установить Хорошее отношение Или я хочу Войны Как раз С ним сейчас Если У меня есть Смысл Цель Ценность Установить Хорошее отношение Ну окей Скажи Наоборот Я могу Воспринять Это Для себя Как Тренировку Той же самой Осознанности Чтобы не Нести Что из меня Там вылезает Автоматически Выскакивает А вот Как-то Отнестись Более сознательно К этому процессу Выражения себя И И И видеть Что это ведет К нужному результату Так Что мы На На одной Волне Я поняла Следующий Логично Вытекающий Вопрос Такой Если Уже Все-таки Вляпался Или Случайно Тебя Вляпали В какую-то Ситуацию Которая Вдруг Привела К Волне Ну Вызвала Волну Огромную Волну Боли Гнева Может быть Даже Ярости И Это Такая Очень Интенсивная На Десяточку Или Даже Выше Эмоция То Что Вы Рекомендуете Делать Когда У тебя Эта боль Зазвенела В теле Или Когда Ты Видишь Эту Ярость В глазах Твоего Собеседника Вот Как Вы Предлагаете Самый Короткий Путь Выпутываться Из Этого Скандала Ну В первую Очередь Вот здесь Важна Конечно Наша Работа С собой Да Вот Действительно Привести Себя В более Центрированное Состояние Потому что Если Я на этой Волне Ярости То Это Точно Не Не приведет Никаким Хорошим Результатом А второе Ну Попросить Прощения Да Попросить Извинить Что Это Не со зла Это Ну Опять же Все зависит От наших Отношений Если Я хочу Войны Я буду Драться Вытаскивать Свой меч Из ножен И махать Да Я буду Воевать Но Если Я не Хочу Если Мне важны Отношения Продолжение Этих Отношения Если Мне важны Мирные Отношения То Значит Нужно Вот Действительно Сделать Шаг Назад И Сказать Прости Я не Хотел Там Ну Как-то Найти Опять же Не всегда Бывает Легко Но найти Слова Для Того Чтобы Как-то Уменьшить Эту боль Знаете Это Сейчас Я Опять же Из-за моего Сейчас Увлечения Греческой Мифологией И Трагедией Я Коль Сейчас Как-то Погрузился В Илеаду И Собственно Илеада Это же История Ахилла В первую очередь Его Вот этого Гнева То есть Убили Убили Его друга Ну там Предшествовала Обида Там На Гоменона На его Коллектив Родной Вот И второй Фактор Который Его сломал Совершенно Это убийство Его Друга Ближайшего С кем Он вообще Был Не разлея Вода И То есть Он там Просто То есть Его этот Гнев Не знал Остановки Его ярость То есть Он там Положил Какие-то там Ну понятно Что это мифологическая Такая история Ну там Сотни Если не тысячи Людей Один Значит Своей рукой Он убил Гектора Значит И потом Он никак не мог Все равно Этот гнев Продолжал В нем Кипеть И он привязал Этого Тела Гектора Значит К колеснице Там Его таскал Бросил его Там На берегу Пустил Значит Вороны И собаки едят А это Ну Нарушение Такого Главного Табу Собственно Человека надо Похоронить И Если это Царский сын Будущий царь То его надо Похоронить По-царски И вот Весь этот Пройти Весь этот Ритуал Оплакивания И так далее И Но он Не отдавал Тело И тогда Что Получилось Что Вот этот Отец Гектора Старый Отец Пришел Умолять И просить И вот Эта Их встреча Она может быть Самая важная Вообще Одна из самых Важных встреч В истории Человечества Когда Чем может Чем можно Умерить Гнев Когда Этот Отец Пришел То Ахилл Обнаружил Что они Одинаково С ним Этот Потерял Своего друга Этот Потерял Своего сына И вот здесь Они нашли Общее И тогда Он обнаружил Что Под всем Его гневом Лежит Огромное Горе Просто Но это Такое же Горе Точно Такое Как У отца Этого Человека Которого Он убил И вот Это их Соединило И И тогда Он действительно Отдал Тело Он Значит Позволил Провести 12-дневный Ритуал Оплакивания То есть Вот Эта история Для меня Она действительно Получается Архетипическая Она Во всяком случае Западная Цивилизация Она Всю историю Проходит Через Нас Это история Как раз Прощения История Отпускания И История Обнаружения За гневом Горе И вот Как раз Этой Травмой Мы сейчас Это называем Часто там Травмой Но Можно сказать Что это Горе И Знаете Одна Я не помню Тоже Кто Это Поэт Канадская Поэтесса 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 И поэт Вот так Настаивать Поэтесса И поэт Одновременно И она Еще Как раз Переводчица Переводчик На все вкусы С греческого У меня Есть такая Замечательная Фраза Такая Очень Поэтичная И объемная Она Ну как бы Обращаясь К греческой Трагедии Но в то же время Обращаясь Вообще К человечеству Она говорит Что Почему Мы полны Гнева Потому что Мы полны Горя Да Почему мы полны Горя Потому что Мы полны Войны И вот это Примирение Да Вот здесь Ну сейчас Я взял Эти какие-то Радикальные Понятные Истории Как такой Архетип Но Он лежит Где-то В глубине Но Он проявляется На очень Может проявляться На очень разных Уровнях Вот От Вот этой ситуации Там Которая Описана В Иляде До О каких-то наших Просто отношениях Когда вы сказали Что-то не то И у человека Поднялась волна Гнева На этот счет То что А внутри Под этим гневом Он защищает Этим гневом Горе Ну и тогда Вот Единственный способ Мне кажется Это Его нужно найти Способ Примирения И здесь Вот Помогает Какое-то Прощение В смысле Такое Просьба Прощение Какая-то Именно Просьба Вот Как Собственно Отец Гектора Обратился Как Он пришел К нему С просьбой Он пришел К нему Не с Требованием Отдай мне Тело Моего сына А он Я не Смогу То есть Я Тебя Прошу Просто Я вот Вас слушаю У меня Как знаете Искорки От Бенгальского Огня Вылезают Миллион Тем Которые бы Я еще Хотела спросить Вот что Расскажу Немножко О себе В этой связи Я всегда Всю жизнь Как-то Интуитивно Так сложилось Просто Выработала В себе Стратегию Выживания В обществе Которую Я сейчас Засловно Называю Упреждающая Дружественность То есть Когда Я всегда Была Добрым Веселым Щенком Который Машет Хвостиком И бежит Ко всем Навстречу И поэтому Меня всегда Очень удивляло Если вдруг Оказывалось Что кто-то Рыкнул На меня Или что-то Такое И я всегда В этой ситуации Я продолжала То же самое То есть Я либо Падала в обморок И говорила На попятны По любому поводу Но в какой-то момент Я поняла Что У меня тоже Есть какой-то Хребет Я вот помню Вашу эту фразу Устойчивый Жесткий хребет И мягкий живот Я тоже поняла Что у меня есть Какой-то хребет И вещи От которых Я не готова Отказаться То есть До какого-то момента Я готова Идти на попятны И извиняться А с какого-то момента Не готова И это принципиально Для меня И да Я понимаю Что сейчас На моем Текущем Моменте развития Как личности У меня И не только Хребет местами Но и живот Тоже твердый То есть Я и обниматься Не готова Вот И вот этот самый меч Очень часто Оказывается Не в ножнах А у меня в руках И жажда Как бы крови Вместе Она Прям процветает И мне очень интересно Вы как человек С длительным опытом Медитации Там Центрирования И всего Машете ли вы мечом Когда вот вы чувствуете Что нет А вот на эту тему Я буду драться Есть ли у вас Вот эта жажда Крови Гнев Реализуемый В жизни Ну это зависит Опять же Я тоже Не идеал В этом И понятно Что разные Ситуации Бывают Вот Это зависит От Опять же Моих целей Если я Осознаю их Достаточно хорошо А второе Во-вторых От формы То есть Что мы называем Вот этим Маханием Мечом Ну вот Опять же Если рассматривать Ситуацию Просто я Как-то сейчас Последние Годы Перестал это делать А раньше Я так Комментировал Достаточно Много Ну я в основном Писал какие-то Посты В блоге Не в фейсбуке Там как-то А в блоге Комментировал Вот события Которые происходили Ну собственно Все началось С войны в Украине Которая Которая конечно Меня очень сильно Как-то задела Как и многих В нас И Даже Ну вот При том что я Живу в Словении В то время Уже жил в Словении И собственно Фактически Я не находился Ни внутри России Ни внутри Украины Но В любом случае Вот это Внутреннее Переживание В то что У меня есть друзья И там И там И я как-то Чувствую связь И стою с другой Страной И конечно Это была огромная боль Вот то самое Горе Которая вызывала Гнев Вот И Я был На стороне Украины Да Вот Ну Такой Я читала Ваши Позиции Украины И Ну дальше И я Как бы Мне что ли Я что ли Вот не мог Не говорить об этом Да В смысле Что как раз Будда в городе Он уже там Просуществовал Может быть Пару лет До этого Ну и я так В основном писал Ну там про осознанность В более широком формате А тут я начал писать Про это Но Для меня был важен Как раз Ракурс И Как я То есть я Так как я Все-таки Стараюсь жить По принципам Вот Буддийским Да Дхармы То я Я старался Их Применять В том числе К этой К этой К этой ситуации Потом там У меня там Не знаю Был пост Про Как раз Про ЛГБТ Потом я там Возникло движение Еще не МИТУ А вот Такой как раз Украинская девушка По-моему Написала Какой-то Пост Про Как же там Как же это движение Называлось Предшествовало МИТУ Я не могу Молчать Или что-то Такое вот было Возможно Этого я не помню Уже Ну Было в общем Вот Она возникла Вот в Украине Потом в русскоязычном Сообществе Потом в России И это было Такое большое движение Оно предшествовало МИТУ Фактически И Тоже я там Написал Такой большой пост Но Ну и вот Какие-то у меня Я вспоминаю Какие-то вехи Для меня важна форма Как я это выражаю Вот Опять же Когда я Стараюсь Не гнев выражать А показать Ну может быть Показать и гнев И горе И еще что-то Да Вот Православие Для меня важно Ну Как объемный взгляд По возможности Понятно Опять же Что я Далеко не Не идеал Но То есть Почему например Я писал Большие тексты Большие посты Потому что Часто Я вижу Когда человек Вот Ну Проявляет Какую-то свою ценность Но особенно Это сейчас Там в фейсбуке Это как Просто как я это воспринимаю Как вскрик боли Такой Ага И вот это Именно Именно Такой вот Порыв Но он обычно Очень Ну какой-то Он Не 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 То есть Человек Это Декларация Какая-то Вот так Понятно Что Вот в этом Сообществе Это как Если бы Все собрались На площади Очень разные люди И начали бы Кричать Друг Друг На Друг В этом Шуме Очень Трудно Действительно Понять Другого Чтобы понять Другого Нужно Вот Встретиться Поэтому Мой Способ Был Выражение Своих Ценностей Своей Позиции Ну Какой-то Вот Мне нужно Было Написать Длинный Пост Такой Длинное Эссе Такое Вот Написать Рассматривая Это с разных Сторон Объяснив Свою Позицию И Тогда Я видел Что даже Люди Которые Не Согласны Со мной Как минимум Они Переходили На другой Тон Они Как Принимали Мой Тон Вот Здесь Мне кажется Важен Тон Который Мы Это Делаем Я Видел Как Эти Же Люди Все Видимы Сейчас Эти Же Люди Вступают В такие Баталии Такой Язык Выбирают Как Они Друг Друга Посылают На Всевозможные Буквы А Со мной Они Чему-то Говорили По-другому Комментируют Они Не были Согласны С моей Позиции Но Сам Тон Был Другой Мы Как Будто Оказывались Вместе В одном Пространстве Там Не было Войны Там Был Разговор Чаще Всего Понятно Что Какие-то Совсем Странные Люди Везде Попадаются И Хейт Спич Может Один Я По-своему Опыту Видел Продолжаю Видеть Что Ко мне Это очень Мало Обращается Хотя Опять Все Темы Которые Я Раньше Затрагивал Они Горячие Были Они Вызывали Сильные Чувства И гнев Но Тон Обращение Был Другим И поэтому Как-то Это Находили Мы Общий Ну Как Минимум Мы Могли Разойтись Сказать Что Ну Окей Приняв Позицию Другого Сказать Что Ну Мы Не Можем Здесь Встретиться Но Во всяком Случа Мы Не Будем Здесь Воевать Так Что Мне Важны Тон Именно Да Я Я Помню Я читала Ваши посты Тогда И Я могу Отрефлексировать Потому что Я пёсик Трусливый Я вообще В сети Практически Ничего Не пишу Если Что-то Пишу То Только Поделаю Только На своей Страничке Как Правило Вот Я Помню Свои ощущения От ваших постов Там было Довольно Много Чего С чем Я была Несогласна Но У меня Это Не вызывало Негативных Чувств К вам Как Человеку Абсолютно Точно И Мне Было Очень Легко Принять Что Вот У вас Так По-другому Чем У меня И Это Абсолютно Окей И У меня Не Возникало Желания Достать Меч Из ножен И Начать Рубиться Вот И Я Хотела Как раз Вас Спросить Бывают Ли у вас В жизни Ситуации Когда Вы Не Подозревая И не Готовясь Оказались Вот В Полу Боя То есть Что Вот Вы Вдруг Охвачены Гневом И Как Вы Действуете В этой Ситуации Вы Пытаетесь Делать Быстро Шаги Назад Охлаждаться Центрироваться Или Вы Рубитесь Понимая Что За этим Стоит Такая Ценность Которой Вы Не Готовы Поступиться Ну Скорее В молодости Бывало Окей Когда Я Был Молод И Горяч Вот Здесь Я Действительно Могу Отметить Ценность Практики И Когда Мы Годы На нее Тратим Это Не Зря Тут Непонятно То ли Практика Действует То ли Годы Годы Практика Очень Нещутим Действует Ну Возраст Конечно Тоже Да Чем Моложе Тем Горячее Человек Естественно Но Часто Я вижу Что Возраст Сам По себе Без Практики Не Помогает Да Кстати Да Вы правы Абсолютно Иногда Возраст Приходит Один Без Мудрости Это Точно Возраст Без Мудрости Без Способности К Саморегуляции И Наоборот Все Часто Бывает Ухудшается Вот Поэтому Ну Раньше Это Бывало То есть Я смог Сцепиться Ну Это Даже На уровне Совсем Молодым Подросткам Потом В армии Приходилось Физически Драться То есть Вы дрались Прямо Кулаками Тынц Тынц Да Классно Ну Не часто Но Бывало Ну Потому Что Действительно Как-то Бывали Ситуации Когда Это Особенно В армии Когда Это Такая Угроза Ну Если Не Физическому Выживанию Но Такому Выживанию В этом Вот Внутри Этого Коллектива И Где Очень Такие Отношения Такие Сложные Мягко И Ну Потом Естественно Как-то Все Перешло В Исключительно Словесное По-моему Я после армии Женька Не дрался Физически Но То есть Выбор Между шакалом И помидорами Вы делали Только тогда А сейчас Уже Вам не приходится Да Но Гнев Конечно Бывал Но Постепенно Я Учился Как С этим Обходиться И Собственно Здесь Наши практики Медитации Они Сильно Помогают Во-первых Просто Отдать себе Отчет О том Что ты Чувствуешь А из этого Уже Аж Какие Инструменты У меня Есть Чтобы Прийти В больший Баланс Себя Отрегулировать Своё Состояние Вот И Последние годы Я не помню Чтобы я Собственно Такая самая Наверное Горячая Была Пора В последние годы Это Ситуация С войной Вот Где-то Самое горячее Время 14-е 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 И Но там Все-таки Опять же То, что вы читали Мои посты Они были Как-то Всяком случае Я искал Какой-то способ Для себя Примирения И Может быть Так как Все-таки Это было Такое Мое общение С определенной Аудиторией То и С людьми Что может быть Это было Каким-то Для кого-то Тоже Указателен Что можно И так Ну и Собственно Тогда Многие люди Отзывались Как раз На мои Эти Посты По-разному Но Как я же сказал Что видимо Мой общий Тон Он позволял Нам оставаться В этом Одном пространстве Вести этот Какой-то Диалог К какому-то Хотя бы Внутреннему Примирению Вот Поэтому Вот сейчас Последние годы Я не могу Сказать Не было У меня таких Ситуаций Опять же Знаете Вот Я не знаю Я как-то Я не уверен Что Если бы я попал В более сложную Ситуацию Как бы Я там себя Вел Потому что Ну Баталии В фейсбуке Или баталии Где-то в интернете Это одно дело А в реальной жизни В реальной ситуации Если бы Я сейчас Жил В России Где мне Очень много Всего не нравится Политическая ситуация Сейчас Где я Как раз Не готов Отодвигать Свои границы Скорее всего Я пошел бы На какие-то протесты Скорее всего Меня бы там Как-то Винтили Как сейчас говорят Как минимум Может быть Били бы Физически Я не знаю Что было бы потом Как бы я там Себя вел Моя девушка Говорит Что слава богу Что мы уехали Из России Еще в 11-м году Собственно Перед началом Потому что Ты бы уже сидел В тюрьме Ну вот Не знаю Знаете Если Не знаю Как бы я Вел бы себя Надеюсь Что я Может быть И там бы Находил Знаете Даже вот Ну хотя Я вот сказал Что в детстве Там подросткам Приходилось драться Но это было Действительно Не часто Потому что Видимо Это все-таки Не только Выученное Такое Натренированное Но что-то Было там Может быть От моей семьи От чего-то Вот В характере Что я пытался Я просто Помню Как я Мой Какой-то Способ Взаимодействия С людьми Там С одноклассниками С кем-то Друзьями Там Постараться Если возможно Найти Компромисс Найти Какой-то Общий язык С кем-то Даже Там Самыми Хулиганами Которые Были Далеки От моих Ценностей Но действительно Граница Где-то Проходила И За Которой Приходилось Драться Там В том числе Физически Я Еще раз Нашла повод Вас поблагодарить Потому что Вот То Как вы писали И пишете О разных вещах Особенно Вот На те Горячие темы Оно мне На самом деле Помогает Потому что Как я Говорила В начале Я пытаюсь Вот уже Год Может чуть больше С коллегами У нас есть Такая небольшая Группа Мы называем Друг друга Буйные Мы пытаемся Построить диалог Внутри Довольно-таки Закрытого Сообщества Очень-очень Разношерстного Построить диалог На очень Трудные Темы И Мне Очень Помогает В этом Движении Вот Та самая Атмосфера Или тон О котором Вы говорили Сейчас Потому что Как мне Кажется Оглядывая Сейчас Назад На этот Год Я вижу Одно Из самых Ценных Наших Приобретений Это то Что люди Отозвались Именно на Это То есть Мы не Пытаемся Продвигать Никакую Там Повестку Мы не Пытаемся Научить Кого-то Жить Мы не Пытаемся Сказать Что наши Ценности Самые Ценные Или Самые Правильные Мы Тихим Ровным Голосом Озвучиваем Свои Ценности Но мы Открываем Поле И для Других Да Есть вещи В которых Мы не Готовы Поступаться Или там Я Буду Говорить Про себя Но В принципе Поле Для Компромисса Или Каких-то Обоюдо Выгодных Соглашений Оно Очень Большое У меня По крайней мере И вот Эта атмосфера И этот тон Это очень Крутая штука Но Вот я уже Пожалуй Задам вам Последний вопрос Мы уже Больше часа Говорим Мне очень Нравится Такая Исследовательница Американская Вы наверняка Ее знаете Берне Браун Я слушаю Тоже ее подкасты Вот у нее Не так давно Появились Как раз Во времена Коронавируса И до этого Я смотрела Ее выступление Она мне Прям очень Симпатична Она говорит Об очень важных Вещах Она говорит Из Илиады Когда Ну Которая вы упоминали Что Гектор Приходит к Ахиллу Это прямо Вот В точку Проуязвимость Потому что Это Прям Прям Отец Гектора Приходит Приходит он Он же наверняка В горе И в ощущении Несправедливости Что его сына Убил человек И он к этому человеку Идет Ну и да Что он не отдает Его тело Да И он продолжает Свою злобную политику Против него Вот Уязвимость На мой взгляд И я знаю Это из ее исследований Что Уязвимость Это сила То есть Это Открыться И попросить Вот как вы говорите Вот тут важно Чтобы это была просьба А не требование Совершенно согласна с этим Потому что если это будет требование Это точно не сработает Это будет столкновение лбами И продолжение войны А попросить Это Это очень трудно Это очень-очень трудно И я себя Я обращаю внимание На то Какие у меня порывы Да Какие у меня реактивные движения Происходят внутри И И вы Присутствие этого страха Этого гнева Видя его Выбрать Открыться Уязвимо Да И попросить Это очень нелегко Мне это очень трудно И я это делаю У меня некоторые моменты Получаются Я потом радуюсь Но часто не получается И вот Мой вопрос Вот этот Как раз сейчас об этом В чем Вы видите Поддержку И опору Для таких движений Которые ведут Как раз К нахождению Общего языка Примирению К тону В котором Есть место Всем людям Которые Хотят договариваться Потому что Это сложно Это требует В первую очередь Огромного мужества Я вижу уязвимость Как мужество Вот как вы видите Да Я тоже вижу Это мужество И вот если Опять же Этот пример Взять с Приамом Это был Мужественный поступок Прийти Во-первых Просто прийти В стан врага Во-вторых Прийти К убийце Своего сына И открыться Перед ним И поговорить С ним И попросить Титина И найти Вот это Общее Что их Объединяет Это общее горе В смысле Что у каждого Своё Но горе Как чувство Единое Оба потеряли Близких Что помогает нам Ну во-первых Опять же Я возвращаюсь К осознанности Как способность Отдавать себе отчёт И Отдавать отчёт Здесь важно Несколько факторов О своём состоянии И это Тренируемый навык И нам важно Его тренировать Как раз Понимать Какой я Об условленности Сейчас Какие я чувства Испытываю Какая у меня Там история Внутри Вот эти Все аспекты И Ну это действительно Тренировка Она требует Упражнений Да Упражнений Как формальных Как формальных Так и Неформальных Второй аспект Это Отдавать себе отчёт В контексте Вот вы не зря сказали Что Это у вас сообщество Специально Собравшихся людей Как бы Специально Собравшихся на это Вы не просто вышли В каком-то Большом городе На площадь И начали там Что-то такое Внезапно вещать Каким-то прохожим Каких-то горячих темах Опять же Вот Вся та же Проксемика И контекст Контекст отношений Наших Конкретных То есть Если у нас есть Некое сообщество Объединённых Чем-то Какими-то ценностями Какими-то целями Какими-то смыслами Там, конечно Гораздо легче Находить этот общий язык Потому что У нас есть Это Как бы Ценность На которую мы опираемся Когда мы можем уже Ну как бы Есть ценность Договориться До Каких-то общих терминов До Какого-то единого языка Единого понимания Может быть Уместить Уместиться В этом пространстве С очень разными Точками зрения Ну как Но Даже если с разными Точками зрения Всё равно Можем Вот в этом Пространстве Уместиться Там Всем И Это действительно Большая работа Такого Непрерывного диалога Но это вот Как с близким человеком Даже если это один человек Вы живете Вот мы уже обсуждали Это что Выстраивание отношений С близким Это Непрерывная Такая Внутренняя работа И внутренняя И внешняя С собой И Прояснение О чего мы хотим И куда мы сейчас Двигаемся Опять же Это две части Осознанность Как присутствие А мы сейчас Где В каком месте Наших отношений Мы прожили там 15 лет вместе И мы сейчас Где находимся Потому что Те старые Многие Вещи Перестают работать Мы уже новые И нам нужно Что-то новое Это какой-то Непрерывный процесс Такого Прояснения 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 И точно так же В любых сообществах Еще сложнее Потому что При увеличении Количества людей Увеличивается Количество Точек зрения И Нужно Договариваться Со всеми Вот Поэтому здесь Возвращаясь К вашему вопросу Если я резюмирую это То Ну в первую очередь Это Работа с собой Как с собой Вот Осознание Своих Чувств Переживаний Своих ограничений И вот Ну какого-то Своей обусловленности И своего состояния Прямо сейчас И уравновешивание Этого состояния Потому что Ну если я Внутри истории Внутри этого Переживания То оно Нас часто ведет Ну знаете Вот опять же Если обращаться Там к буддийской Основе Буддийским идеям То Ну там есть Понятие кармы Такое Да Которое На слуху Но часто его Понимают так В каком-то Достаточно Как сказать В оккультистском Каком-то Ну оккультистском Да Скорее Скорее понимают Как Какую-то судьбу Которая вот Над тобой висит Карма в переводе Санскрита Там Спали Это Действие Это то Что я делаю Причем Любое действие Вот я Протянул руку Это действие Или не протянул руку Оставил ее Лежать В покое Это тоже действие Если я пошел куда-то Это действие Или я Остался дома Это действие То есть вот Активное действие Или пассивное действие Это оба действия И то и другое действие И мы всегда Получается Выбираем это действие Мы действующие Существа То если я Остаюсь дома Если я там Ложусь на диван Лежу Клюю в потолок Это одно действие Я выбираю Если я Иду активно Что-то делаю Там Строю что-нибудь Там Дом Отношения Еще что-то Это другое действие Если в отношениях Опять же Я Иду в эти отношения Смыть Что Задаю вопросы Сам что-то отвечаю Иду в код-диалог Либо я Замыкаюсь И не иду Это все действие И они происходят Из некого выбора И вот Тут В буддизме Есть второе слово Клеша Или клеса Это Некое состояние Ну там Чаще всего Имеется Такие То что называется Омраченные состояния Но Омраченные чем? Вот омраченные Как раз Нашей Обусловленностью Нашим Вот некое Чувство Переживание Связанное С предыдущим Опытом С историей Какой-то Такой Конгломерат Ценностей Чувств Описание Этого Я нахожусь В этом И у меня Определенно Глядя на это Вот если я испытываю Какое-то сильное Переживание Например Гнев Тот же Историю Взять С Ахилом Он испытывает Гнев И это Клеша Для него Вот эта Ярость И Как описано В Иляде Ничто не может Погасить Эту ярость Он ее Воспроизводит Все больше и больше Убивая Все больше людей Он воспроизводит Эту ярость Все больше Он распаляет Ее Он как Подбрасывает В топку Дров еще Этими с вами Действиями Вот получается Что Ярость возникает Она его ведет К определенному действию Это действие Продолжает Его ярость Продолжает И продолжает И выхода Из этого Получается нет И это ведет К определенной карме Вот он Вот Убивает 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 Но под этим Состоянием Под этой клешей Лежит другое состояние Другая клеша Вот это горе И Если Мы идем Все глубже И глубже То можем Увидеть Какую-то Цепочку Этих чувств А В самом низу Приходит Какое-то Принятие Когда Этот Приам пришел К нему И они Договорились То есть Можем Описывать С точки Зрения Осознанности То есть Они увидели Друг друга Они увидели Себя Через друг друга Они увидели Свое Реальное Глубинное Чувство И из этого Пришло Примирение И Какой-то Уровень Успокоения Понятно Что горе Продолжалось У обоих Но Больше Они были Способны Его обнять Это горе Они были Способны Его принять И в этом Найти Определенный Покой Не равнодушие Вот здесь Очень важно Это не равнодушие Но покой В горе Такое Глубинное Какое-то Может быть Глубокое Горе Но В нем Есть покой И покой Принятия Именно Покой Примирения С самим С собой С жизнью Друг с другом И вот Соответственно Здесь Если мы Осознаем Из какой точки Мы делаем Выбор Действия Вот Что я Сейчас Погружен В это Чувство И Часто Бывает Так Что Действительно Чувство Какое-то Захватывает Нас И Предположим Вечером Захватило Любое Чувство Любая Краска Это Может быть Страх Гнев Какая-то Стрессовая Какая-то Ситуация Пришла Ну Как Страх Да Что Угодно И я Как-то Вот Глядя Изнутри Этого Чувства Как-то Очевидно Что нужно Сделать Вот так-то И так-то А потом Если ты Все-таки Не делаешь Ну Или Делаешь Неважно Ну Как Ты Переспал С этим Утром Проснулся Доглядываешься Думаешь Господи Что это было Оно Потому что Чувство Ушло Его Отпустило Оно Отпустило Вот Скорее Оно Меня Отпустило Вот Это Интересное Выражение И Я часто Вижу Что Переживается Как Опьянение Вот эти Чувства Они Пьянят Нас Они Одурманивают Они Если есть Определенная Ясность Снутри Определенная Вот эта Сбалансированность То Вот эти Чувства Они как-то Захватывают Нас Действительно И Опьяняют И действительно Ну Я думаю Что это на уровне Физиологии Так и происходит Собственно Какие-то Определенные Вещества Выделяются Они действуют Определенным Образом И они Одурманивают И Соответственно Вот Поэтому Здесь важны Практики Осознанности Которые Ну В первую очередь Вот Их основа Это Две части Это Уравновешенность Определенная И Ясность Поэтому Например В том же Буддизме Не рекомендуется Опьянять себя Веществами Ну Вот Веществами Всякими Но Также И Вот этими Собственно Нашими Внутренними Веществами Которые Приходят Из этих Клеш Из этих Обусловленностей Но Как мы С этим Работаем Через Осознание Этого Осознавание Что Это Сейчас Есть Я Сейчас Внутри Этого Чувства Дальше У меня Уже Появляется Если Я Осознал Чувство То Оно Уже Не Я Погружен В него Тотально А оно Внутри Меня То есть Меняется Позиция У меня Появляется Хотя Бо Какая Часть Которая Может На Это Чувство Посмотреть Сказать Так Окей Если Я Сейчас Если Я Внутри Него Могу Ли Я Не Ити Под Его Воздействием Что Будет Сейчас Может Действительно Просто Ничего Не Делать Лечь На Диван Подождать Там Поспать И Утром Если Есть Такая Возможность И Утром Сделать Это Из Другого Состояния Тогда Будет Другой Выбор Совершенно А Может Быть Специально Поработать С Этим Состоянием Привести Себя В Больший Баланс Центрироваться Опять же Есть Для Это Специальные Техники И Изменить Состояние Изменить Чувство И Сделать Что-то По-другому Классно Вы так Хорошо Рассказываете Ну Это В идеале Это Все В идеале А На деле Получается Как Получается Но Во всяком Случше У нас Есть Намерения Так Жить Я Прям Радуюсь Я Много За Последние Полгода Вот Еще До Начала Пандемии Я Очень Много Слушала Ваших Подкастов Я Не так Давно Полгода Назад Нашла Для себя Этот Саунд Клауд Где Есть Ваши Подкасты И От этого Я только В основном Тексты Читала И то Что на Ютубе Было И я Много Ходила Особенно Когда Коронавирус Начался Я тоже Хожу На море Я Правда Не так Близко К морю Как Вы Мне Идти Минут Ясности Уравновешение Мне это Никогда Не надоедает И никогда Я не чувствую Раздражение Я Знаете Немножко Зацикленный На продуктивности Человек Но вот это Мне никогда Не надоедает Потому что Я все время Это забываю И все время Нужно К этому Возвращаться И у вас Это получается Очень классно Потому что Вы на разных Примерах Очень здорово Показываете Спасибо вам Огромно Это прям Дайте еще Сейчас прокомпитирую Про это Вот как раз Про это возвращение Это тоже Одна из буддийских Идей Собственно Вот то что Мы на русский язык Переводим Как осознанность Практика Осознанность Точнее То что на английском Звучит как Mindfulness На языке Поли Собственно Оттуда Откуда появились Эти практики Это называется Сати Это опять же Вы наверное Слышали в моих Прошлых подкастах Да-да Но Один из переводов Это памятование И когда мы Говорим о практике Осознанности Один из смыслов Это просто Возвращение В присутствие В чисто То что называется Чистое присутствие Я вижу Слышу Я отдаю себе Отчет о том Что я переживаю В своем переживании Сейчас Вот я возвращаюсь К этому Памятую об этом Но также Это В другом смысле Это памятование О каких-то Ценностных Аспектах И вот Ну например Если для нас Важно Определенное Понимание Как работает Сознание Что мною движет Это как такое Вот понимание Это тоже Ценностный аспект Соответственно Если мы возвращаемся Каким-то вот этим Указателем Что ли Да Вот Это могут быть Действительно Какие-то слова Пароли Карма и клеша Карма и клеша И Ага Вот что я сейчас Ага Вот оно что происходит Как-то я Эту модель Просто прикидываю На себя Из нее Начинаю смотреть Так И тогда Это помогает Мне опять же Решить Что сейчас Более адекватно Вот Поэтому Вот уже совсем Резюмеры Работа с собой Вот на ваш вопрос Да Как Опора Опора Да Работа с собой Осознанность К различным аспектам Своих переживаний И контекст отношений Второй фактор То есть А как мы вместе Уже с другим В каком мы пространстве С другим Или с другими Движемся мы Или куда-то вместе Или мы Случайно Случайно Встретились Тут в вагоне В каком-то В одном купе Проедем сейчас Один день И все Вот это От этого Очень много Зависит Что делать Собственно Как делать Какие наши цели Ну вот Хорошо Спасибо вам большое Мне очень понравилось Это прям Буду гордиться Теперь всем рассказывать Спасибо, Александр Вам Ну как-то Потому что Мне важно Тоже Почему я предложил Вам поговорить Потому что Ну в диалоге Как раз Рождается Что-то Но здесь важно Вот что как раз Диалог это Для меня Различать Споры Диалог У спора Обычно это Ну в моем Таком В моем словаре Внутреннем Спор Это Как-то Убить другого Или его мнение Переубедить Вот как-то так Что Я прав И все А диалог Может быть С разными мнениями Но у нас есть Как раз Определенная Общая цель Общий смысл Понять Разобраться Самому Найти Может быть Общий язык Или остаться При своих Точках Зрениях Но Слышать Увидеть Другого Расширить Немножко Расширить Поле Пересечения Мне очень понравилась Фраза Тоже в одном Из последних Подкастов У Брэна Браун Которую я слушала Я его слышала I'm here To get it right Not to be right Мне прям Очень это нравится Вот это то О чем вы сейчас говорите Да Это близко Александр Знаете Вы сказали Что у вас есть Сообщество Где вы Занимаете Тематическими Проблемами Давайте я В следующий раз Вас Проинтервьюрую На эту тему Да Ради бога Можно Только вы Вы же понимаете Я занимаюсь У нас там Тематическое Сообщество В том смысле Что мы Занимаемся Профессиональной Этикой И там Такие Очень конкретные Вещи Очень нудные И очень Про профессию Это прекрасно Но Мне интересно В разных Контекстах Потому что Удовольствие Часто ведь Можем Увидев Как пример Контекст В одном сообществе Действительно Там может быть Какая-то своя Специфика Но Перенести Этот пример Посмотреть На широкий контекст Через него Ну как бы В других сообществах Или вообще На широкий контекст Поэтому Очень было бы Мне интересно Проэкзаменовать Себя Потому что Я готовилась К нашему Вот этому Подкасту Я там все Перечитала Пересмотрела Что у меня На эту тему Было В вашем блоге И по своим Как бы Горячим темам Прошлась Выписала И мне было Очень интересно Как вы готовились Потому что Отвечать Ну вам то Что готовиться Вы так все знаете В этой теме В своей А мне вот Было бы интересно Что вы меня спросите И чего я буду Не знать Или бояться Ответь Я Так как Получается Что мы немножко В разных позициях Вы знаете Меня через Вот мои эти материалы Уже тем более Несколько лет Да Я за вами слежу Повторяю одно И тоже более-менее Интересно А я О вас Практически Ничего не знаю Поэтому я Приду Из позиции Незнания Окей Я с удовольствием Спрашивать И как это у нас Будет развиваться Там По ходу разговора Хорошо Давайте тогда В переписке Уже выберем время Ну вы напишите Когда вам удобно И мы согласуем Да Спасибо Спасибо вам Александр Да Всего хорошего Да Счастливо И спасибо всем Кто Это же все слушали Да Смотрели Спасибо всем Кто слушал Надеемся Было интересно Счастливо Счастливо Спасибо Спасибо Счастливо Спасибо Счастливо Спасибо Спасибо